И здесь я хочу сказать, что Евросоюз тоже сейчас принял решение, там есть специальная программа, она была принята в ноябре 2020 года, она называется Next Generation EU, дать 750 миллиардов евро для поддержки стран в Европе. Из этого пакета, то, что ЕС одобрило, мы, наверное, обсудим позже, 600 миллионов были выделены Молдове, но это решение было принято в ноябре 2020 года. То есть 600 миллионов, которые обещают Республики Молдова, это не какие-то договоренности, а это огромное количество денег, которое выделено на поддержку многих стран, в том числе в этот список и попала Молдова. Этот проект, программа Next Generation EU, она является на 2021 год, то есть 2021 год, 2027 год, для всех стран Европы. К сожалению, Молдова является, она является европейской страной, она самая бедная, к сожалению, да? И этот 600 миллионов, она является частью вот этой программы. То есть это не заслуги кого-то... Это не заслуги ни одного политика? Ну, скажем так, ни бывшего президента, ни нынешнего президента, ни будущего. То есть это... Но мы должны понять, что эти деньги сегодня не придут, то есть для этого должно быть функциональное правительство. Корректное правительство, чтобы понять, какие проекты под этим... То есть там есть проекты конкретные и цели, наверное. А скажите, когда в стране такая ситуация, в том числе и с правительством, да? Кто будет распоряжаться этими деньгами? И будет ли это эффективно? Ну, во-первых, у нас не функциональное правительство, потому что они имеют полномочия. Во-вторых, я вам должна сказать из опыта с международными организациями, я работала в международном банке, в Европейском банке реконструкции развития, эти деньги будут выделены, когда будет функциональное правительство. То есть они завтра не появятся, и это нужно понять, что то правительство либо должно быть профессионалами, и деньги должны идти по целям, и до конечного потребителя. А если эти деньги будут опять на воровство, то это, конечно... Ну, я не знаю, если у Молдовы есть шанс на будущее. Я надеюсь, что эти деньги пойдут целевым путем, так как было говорено на менеджмент публичных финансов, на борьбу с коррупцией, на борьбу, скажем, с реформами в юстициях и другие. И тоже бы хотелось дополнить, что мы можем привлечь и деньги не только под этим пакетом Евросоюза, а на двухсторонней основе, и это, в принципе, через программу Компакт-2. Это Компакт-1, это была программа, выделена Соединенными Штатами, где-то в сумме 260 миллионов. Это Компакт Молдова, который проект, да? Да, 260 миллионов долларов. Они были на дороге использованы и на ирригейшн, ирригацию. Сейчас из-за того, что наша стратегия, национальная стратегия по борьбе с коррупцией, которая была одобрена бывшими правительствами до 2017 года, до 2020 года, к сожалению, мы отстали от исполнения своих обязательств по данной стратегии. А именно там есть такой индикатор контролу коррупции, то есть контролировать коррупцию. И меры, которые были оговорены, вложены в этой стратегии, которые мы согласились и поддержали, что мы будем это делать, они отстали. То есть они не были выполнены, поэтому мы сейчас в таком риске, что мы не можем привлечь дополнительно еще минимум 100 миллионов. Минимум 100 миллионов? Это не кредит, это просто помощь? Это помощь, да. Вот в этом проекте Компакт Молдова, да?